МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами снова передача «Национальный интерес». И сегодня у нас в гостях Вазун Антой, политический эксперт, политический аналитик. Мы сегодня будем обсуждать тему «Приднестровский вопрос». Есть ли шансы на реинтеграцию Приднестровского региона? Господин Андреевский, мы летом в нашем институте эффективной политики представляли доклад с таким названием «Реинтеграция», принуждение к реинтеграции, и рассматривали жесткие и мягкие варианты. Но мне бы хотелось, я думаю, мы поговорим сегодня еще о каких-то методиках, попробуем найти, опять обсудить эти точки соприкосновения различных позиций. Но мне бы хотелось вернуться в 1991-е годы, а может даже и раньше, и вспомнить, а с чего все-таки началось. И я знаю, что и нашему гостю, и вам есть чем поделиться, потому что вы были непосредственным очевидцем, участником, можно даже сказать, событий. Ну, начнем с того, что доклад, который презентовал институт эффективной политики, там не только принуждение, но и поощрение, причем поощрение шло на первом месте, это первое, и важно это отметить. Второе, вот несколько дней назад, в среду, мы презентовали доклад «Молдова-Россия», и во время презентации коснулись темы Приднестровья, потому что как только мы начинаем говорить, что это «Молдова-Россия», неминуемо всплывает Приднестровье. И я поднял вот такую проблему о том, что в Молдавии многие недооценивают значение Приднестровья, и все социологические опросы, ОАЗу лучше знает, он отслеживает это очень внимательно, показывает, что Приднестровье стоит на каком-то там, ну, если не на самом последнем, то в конце списка приоритетов тех проблем, которые волнуют граждан Молдовы. Но с другой стороны, вот то, о чем я говорил, что без решения Приднестровской проблемы, нам очень сложно решить очень многие другие проблемы, потому что вот наличие вот такого, скажем прямо, взрывоопасного анклава, наличие российских войск в Приднестровье, нерегулированность наших отношений, наличие достаточно сильной Приднестровской армии, которая может и угрожать как и Кишиневу, так и Одесской области в случае там реализации плана Новороссии, все это в комплексе создает массу проблем, и самое главное, на что я обращал внимание, сейчас хочу обратить внимание, это в какой-то мере отпугивает серьезных инвесторов, потому что если послушать многие российские каналы, то война вот-вот уже начнется там, особенно в последнее время много об этом говорится. Поэтому я считаю, что нам очень важно решить эту проблему, я думаю, что в решении этой проблемы заинтересованы и жители Приднестровья, потому что жить вот в таком состоянии, как они сейчас живут дальше, невозможно. У нас сложно, но у нас хотя бы как бы есть государство, худо, бедно на это как бы государство, у нас есть возможности выезжать за границу и прочее, а они многого из этого лишены, в том числе даже на машине выехать за пределы Приднестровья уже становятся большими проблемами. И поэтому я считаю, что это вопрос важный для всех, и мы не зря пригласили УАЗу Антою, потому что, Владислав, сказали, что вот мы знакомы с 90-х годов. Да, мы знакомы, я имею в виду с этой проблематикой, не только с УАЗу Антою, но УАЗу как бы был внутри этой проблематики, достаточно хорошо знает, и я думаю, что у него есть и свое понимание решения этой проблемы, истока в этой проблеме. Может быть, вначале действительно поговорим об истоках, а потом пойдем дальше. Да, господин Антою, я действительно хотел бы узнать ваше мнение относительно все-таки основных причин, потому что невозможно с каким-то явлением работать, как-то серьезно его анализировать, думать, что можно предпринимать, если ты не знаешь первопричины, с чего все началось. Я как-то писал в одной из своих статей, ну и такую версию я общался с людьми, которые были на месте событий, как бы анализировал архивные материалы, что одна из версий была, на мой взгляд, это столкновение бывших партийных номенклатур, левобережья и правобережья, в том числе борьба за ресурсы экономические. Как вы считаете? Здесь я не хочу ничего отвергать сходу, потому что каждый имеет право на свою точку зрения, особенно если люди находились в разных ситуациях, разных позициях. Кто-то жил в Рыбнице, кто-то жил в Дубосарах, кто-то был директором завода, кто-то был учителем. То есть люди по-разному воспринимали те драматические события. Но что однозначно можно сказать, феномен, который мы называем Приднестровским конфликтом, он возник в итоге политических конфронтаций при попытках сохранить Советский Союз. Мы знаем, кто знает, кто нет, но мне не мешает напомнить, что когда 30 декабря 1922 года был подписан Союзный договор и создан был, собственно, Советский Союз, то это была федерация, учрежденная субъект союзными республиками. И когда и в трех советских конституциях, последняя была 1977 года, право союзных республик на самоопределение было зафиксировано в Конституции, вплоть до выхода из состава СССР. Мы прекрасно понимали, что это право было чистой фикцией во времена Иосифа Виссарионовича и даже позже. Но когда Советский Союз действительно зашатался, то он начал разваливаться по этим линиям размежевания Союзной Республики. И теперь мы уже переходим к тому моменту, очень интересному, как появилась Союзная Молдавская Советская Социалистическая Республика. Потому что, когда 12 октября 1924 года в Харькове, тогда это была столица Украинской Советской Республики, была учреждена Молдавская Автономная Советская СССР в составе Украины, то на официальных картах тех времен западная граница Союза была прочерчена не по реке Днестр, а по реке Прут. А территория между Прутом и Днестром, то, что там называется Бессарабия, была обозначена как территория, находящаяся под временной румынской оккупацией. И в документах тех времен официальная оппозиция Советского Союза звучала следующим образом, что на левом берегу Днестра одна часть молдавской социалистической нации расцветает, в то время как другая часть молдавской нации стонет под игом румыно-боярской оккупации. Это была официальная идеология, и последствия этой идеологии чувствуются до сих пор, особенно когда мы смотрим, как разворачиваются даже на правом берегу Днестра наши избирательные кампании, когда пугало объединения с Румынией, оказывается, все еще эффективно работает. И когда мы говорим о создании Молдавской Советской Социалистической Республики, то есть один такой очень, как сказать, можно даже сказать, забавный момент. Это драматические события, но интересно. Потому что когда 26 июня 40-го года Советский Союз выдвинул ультиматум Королевской Румынии, то в том ультиматуме было написано в 1918 году Королевская Румыния, пользуясь временной слабостью советской власти, Советской России аннексировала территории, населенные преимущественно украинцам. То есть 26 июня Советский Союз исходил из того, что возвращает в себе Бессарабию, и она возвращается в состав Украины, населенные преимущественно украинцам, в качестве второй части Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики. Я не историк, можете мне помочь или пригласить другого историка по этому поводу. Но 2 августа 40-го года в Москве была провозглашена Молдавская Советская Социалистическая Союзная Республика. И вот этот момент чисто волюнтаристический, вы же понимаете, никто никого не спрашивал из людей, которые жили тогда на территории Бессарабии или левого берега Днестра, была создана юридическая база для того, чтобы в момент развала СССР появился новый субъект международного права Республика Молдова. Но, когда мы смотрим на политики, которые проводил Союзный Центр, когда мы смотрим на то, как люди, живущие, советские граждане, мы все были советскими гражданами, только пятая графа у нас отличалась, национальность. Когда я пытаюсь вспомнить, как мы относились к перспективе развала СССР и возможных последствий, то я могу сегодня сказать достаточно убежденно, что государственность Республики Молдовы является нежеланным ребенком, являлась. Никто, по большому счету, не понимал, что такое стать независимым государством. Ну, у нас, по-моему, мы вообще одни из последних приняли декларацию. Доделание в двух-трех днях. Дело в том, что последовало за этим и что предшествовало этому, если мы говорим о проблеме Приднестровья. Потому что, когда 19 августа 1990 года в Камраде был такой съезд депутатов всех уровней, такая популистская формула, что было сделано? Была провозглашена независимость Гагаузии от Республики Молдова. Не от Союза. Да. И они обратились к Союзному Центру с просьбой, мы хотим участвовать в подписании Союзного Договора. Тот же самый сценарий был реализован 2 сентября 1990 года в Тирасполе, когда съезд депутатов всех уровней провозгласил Приднестровскую, Молдавскую, Советскую, Социалистическую Республику в составе СССР. Ключевая формула была в составе СССР. И ясно, что Союзный Центр тогда стремился удержать Республику Молдова в составе СССР. И с тем, чтобы она подписала новый вариант Союзного Договора, с которым Горбачев пытался спасти Советский Союз, Новогорёвский процесс, тралала. Но Союз развалился в конечном итоге. И вот эти люди, которые жили на территории бывшей Советской Молдавии, которая провозгласила независимость, они стали таким человеческим материалом, который очень легко было использовать для реализации различных сценариев. В данном случае мы с господином Андреевским были погружены в ту ситуацию. И я сейчас хочу сказать, что, когда пытаюсь объяснить либо молодым людям, либо иностранным журналистам или дипломатам ситуацию тех времён, сегодня невозможно представить себе тот уровень коллективного психоза, который был в индустриальных центрах на левом берегу Днестра, когда матери были готовы посылать сыновей убивать и умирать, лишь бы не проснуться на второй день в Румынии. Вот я хотел подвести как раз ко второму вопросу. Вот этот уровень румынофобии, который сегодня уже присутствует, еще и присутствует, но в Приднестровье, всё-таки он имел ключевое тоже своё влияние на те события. Настолько ли был языковой, и вопрос перспективы хотя бы даже отдалённо возможной об вхождении территории Республики Молдова в Румынию, тогда всё-таки настолько решающим фактором, как вы сказали, что люди готовы были взять в руки оружие, чтобы не проснуться завтра в Румынии. Или это умело использовалось потом политическими дорогами? Ну вот это пугало на самом деле очень многим казалось на левом берегу абсолютной реальностью, что речь идёт не о независимой республике, а идёт как бы о таком транзите в Румынию. И, кстати, мне кажется, что даже на правом берегу меньше верили в этот транзит, чем на левом берегу. Они были в этом убеждены. Это первое. Второе. Вот когда склеивали Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, в принципе, не до конца удалось её склеить с левым берегом. Левый берег оставался в чём-то особенной. Не удалось или это была осознанная политика? Нет, я не думаю, что... Советский Союз думал, что это на века всё, что может быть кто-то там где-то и прогнозировал, но во всяком случае в той политике, которая была, потому что говорят, что индустрия развивалась только на левом берегу. Как-то асимметрично действительно. На самом деле развивалась и на правом берегу. Крупнейшие предприятия ВПК были на правом берегу, причём как раз с новыми технологиями, с современными, более современными технологиями. Это уже 60-е годы. Да, чем на левом берегу. И достаточно образование более развивалось на правом берегу, опережая намного левый берег. И поэтому, мне кажется, что левому берегу не уделяли должного внимания, чтобы действительно вот это всё склеилось как бы в единый, ну скажем так, молдавский народ. И кроме того, мне кажется, что действительно были и ошибки со стороны властей Кишинёва. Про ошибки я расскажу. Да, я просто скажу, что очень мало было методов убеждения такого, и было очень много провокаций. Кстати, и с той стороны, и с этой стороны были провокации. И всё это вот как бы так наслаивалось, 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 и в конечном итоге оно привело к этому взрыву, к этой войне. И я скажу так, вот, я не помню, я раньше говорил об этом, что на удивление очень быстро мы вышли с вот этого военного психоза, вот такой вражды, потому что уже к концу 90-х годов я был на левом берегу. Я не знаю, это тоже как бы такое интересное событие, вот на этом сейчас закончу мысль. Я привёз подарок от Петра Лучинского, он был представителем парламента, одному очень известному бизнесмену на левом берегу, он уже ушёл из жизни, вернее, его ушли из жизни, Виктору Константинову. Тогда Константинову пришли вошли. Да, да. И когда я привёз этот подарок, ну, это такие были символические подарки, там, самовар какой-то я привёз, и начал ему вручать, я говорю, Виктор, это Петра Кирилловича Лучинского. Он говорит, тише, тише, не надо об этом говорить. Прошло какое-то время, мы уже, торжество разгоралось, разгоралось, ну, как это ни удивительно, там и пили на этом мероприятии, и вышли во двор, и вдруг Константинов, который стоял где-то в дальнем углу, закричал мне оттуда, Виталий, а что мне передал Лучинский? Я до этого помню, что буквально два часа назад он сказал, тише, об этом никто не должен знать. Я говорю, ну, Пётр Кириллович передал вам свои поздравления, подарок я там оставил, пожелал вам всего хорошего и так далее. И вдруг, а там была вся элита, все директорский корпус, и вдруг кто-то из директоров, давайте выпьем за Петра Кирилловича, Виват Лучинский, и в центре Тирасполя прозвучало Виват Лучинский. Это прошло 3-4 года после войны. Ну, казалось, откуда это возможно было? И мне кажется, что процесс как бы шел-шел, а потом, в какой-то мере, как это ни странно, при Воронине он приостановился и начался откат назад. Господин Натой, а вот у меня, наоборот, еще такое сложилось впечатление, если мы говорим, опять же, об уровне румынофобии, все-таки хотелось бы понять с исторической, с политической, с общественной точки зрения, действительно ли это было таким переломным моментом. Ведь мы даже в начале передачи начали говорить, что до сих пор эти процессы, когда общество у нас разделено, используются на правом берегу. Но мы как-то не поубивали друг друга. Слава богу, мы нашли в себе силы жить более-менее в мире. Я не скажу в согласии, к сожалению, но в мире. Почему же все-таки с левым берегом, вроде же мы были представители одной республики, пусть и скроенной как-то искусственно, дошло до того, что взяли в руки оружие? – Основополагающим элементом демократии, по моему личному разумению, является диалог. Диалог трудный, диалог должен быть честным, откровенным и уметь друг друга слышать. Не только кричать, но и слышать. Мы, советские люди, вывалившись, еще не вывалившись из Советского Союза, мы получили свободу кричать. Но мы не слышали друг друга. И мы старались, вернее, мы даже не пытались понять друг друга. И само понятие компромисса звучало как синоним предательства. Это была атмосфера тех... – Либо белая, либо черная. – Нет. Если демократия, так это диктатура большинства. А остальные должны подчиниться. Обязаны подчиниться. Насчет... Мне рассказывали премьер Эстонии. Сависар, первый премьер-министр Эстонии, Нарва, в которой 98% русские, да? Будучи назначен премьер-министром от Народного фронта Эстонии, первое, что сделал Сависар, он поехал в Нарву. И состоялся, начал, был заложен основой для честного, открытого диалога. И Эстония избежала сценариев, которые, к сожалению, были реализованы в случае Республики Молдовы. Да, в случае Эстонии не было вот этого пугало унионизма. Там была альтернатива очень простая. СССР нет. Мы становимся независимым государством. Здесь, если говорить об ошибках Кишинева, мы не были ментально готовы к тому, чтобы стать государством. Потому что, я повторяю формулу населения, бывшей советской Молдавии, мы не были консолидированы идеей создания нового государства. То, что мы называли русскоязычное население, да и не только. Воспринимали Советский Союз как свою родину и не видели в Советской Молдавии как субъект будущего государственности, да? Дальше. Вот насчет румынофобии. 2000 год. Я реализовывал передачу «Мосты» на национальном телевидении. Октябрь. Мы приехали в село Кицканы на левый берег. Не буду рассказывать детали. Снимали передачу так, чтобы нас никто не видел в одной семье. И когда передачу закончили снимать, хозяин, ну, где-то моего возраста, я его спрашиваю так, очень аккуратно. Вот скажите, пожалуйста, а когда здесь на левом берегу были организованы те референдумы, да, вы участвовали? Говорит, да, думал Антой. Мы боялись румын. Это сказал молдаванин, да? Это слово ключевое страх. Мы боялись. Сейчас мы видим в составе команды «Шериф» играют спортсмены из Румынии или там тренер румын. Мы знаем, что русский газ выжигал румынский дух из румынского металлолома на Рыбницком металлургическом заводе, и в результате деньги не пахнут. Это мы все знаем. И Григорий Маракуца делал бизнес в Румынии. Но тогда, когда Советский Союз разваливался, страх перед неизведанным, который основывался на той политике Советского Союза, что вот румынофобия, он парализовал рациональное мышление. Есть еще один момент, который я должен, обязан сказать. Да, в феврале, марте, 25 февраля, 10 марта, по-моему, 90-го года состоялись первые демократические выборы в Верховный Совет Молдавии, который потом стал парламентом. Да. Выборы состоялись на всей территории Советской Молдавии. И некто Игорь Смирнов был избран по 125-му избирательному округу. И за Мирчу Друха голосовали. Один Валентин Крылов воздержался, остальные единогласно голосовали за Мирчу Друха, представителя Народного фронта в качестве премьер-министра. Но потом что произошло? На фоне вот этих политических баталий о выходе из СССР, я увидел, как человек, который побывал в Народном фронте, что определенная часть представителей Народного фронта, которые были в властных структурах Молдовы, они воспринимали вот эту Декларацию о независимости Республики Молдовы действительно как переходный этап к объединению с Румынией. Сейчас мы можем их называть идиотами, романтиками, преступниками, как угодно. Но это была реальность тех времен. И они смотрели на левый берег Гнестра, а это территория, которая никогда не была в составе Румынии. И когда очень узкий круг лиц, к которым относился и я, мы говорили о необходимости диалога, мы говорили о необходимости того, что надо быть там, надо говорить с людьми. У меня есть этот опыт, я встречался на Точ-Литмаш с коллективом предприятий. Админитый Литмаш, где первые тайные заседания будущего администрации. Да, это я увидел людей, которые не понимали, что происходит. И впервые появился человек перед ними, который внятно и просто объяснил, что происходит. И я увидел, как люди стали улыбаться, возникла атмосфера такая, знаете, что вот спасибо, что приехали, приезжайте еще. Но это было исключением. И когда, я не хочу идеализировать, но тем не менее, вот этот диалог отсутствовал. И когда Кишинев, официально-центральная власть, не понимая психологии людей, которые живут на левом берегу, сами не будучи готовы к тому, чтобы возглавить процесс консолидации населения на основе гражданства, и не понимая, что значит диалог, что значит компромисс, они допустили свои ошибки на левом берегу, а здесь уже надо добавить и о спецслужбах и так далее, началось силовое разрушение слабых символических структур молдавского государства. Начался и захват полицейских участков, началось и терроризирование сторонников суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы можем говорить, иметь очень разное мнение о Беладске. И здесь, извините, я не хочу никого обвинять. Прошло уже 30 лет скоро, да? Мы должны понять, что с нами произошло тогда, почему это произошло и как из этой ситуации выбираться. Потому что так называемый Приднестровский конфликт, он всего лишь означает, что проект построения молдавского государства является незавершенным. И в этой ситуации абсолютно не серьезно говорить о какой-то европейской перспективе, потому что это незавершенный проект, он не функциональный. Я хочу добавить, что на самом деле мы потом убедились, что диалог не так сложно вести, потому что у меня, как сейчас перед глазами стоит, я уговорил Маракуцу, председателя Верховного Совета, приехать в Молдову в Бельце. И мы там организовали встречу такую. Приехал представитель парламента Лучинский туда. Извини, дорогой, это был 1994 год. Да, и эта встреча очень мило прошла. Потом мы посидели вместе, американская посолша, там Мэри, или как там ее были, присутствовала там. И была настолько такая душевная атмосфера, все спокойно разговаривали. Когда Маракуца шел по Бельцам, там кричали, о, смотри, Маракуца идет. Но это тоже не было никакой ненависти, ничего. Это было как будто, люди нормально смотрели. Но вот УАЗу поднял очень важную проблему в конце. Ведь на самом деле, вот, объединяющая идея реинтеграции. Потому что, на самом деле, что мы можем предложить как идею? И нам действительно не хватает вот этой идеи объединения тут, внутри правого берега, что мы строим молдавское независимое государство. Безусловно, это очень важно. И мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. К сожалению, сейчас мы вынуждены сделать перерыв на рекламную паузу. Здравствуйте еще раз, дорогие телезрители. В эфире передача «Национальный интерес». Сегодня мы беседуем о Приднестровском конфликте и вообще возможности разрешить когда-нибудь его. И мы в первой части поговорили об истоках, насколько было все тогда неоднозначно. И господин Андреевский начал говорить о том, что действительно сегодня надо думать о том, какова будет идея для реинтеграции. То есть не просто политически или механически присоединить один кусочек земли с другой, а насколько вообще в обществе это должна быть какая-то модель, ну не знаю, национального примирения я бы назвал, и какие перспективы мы должны дать и тем гражданам, которые 26 лет назад побоялись все-таки с нами сформировать одно государство. – Да, я продолжу. На самом деле я неплохо знаю ситуацию на Левом берегу, бываю там, встречаюсь с людьми. Есть еще такие остаточные принципы различных фобий, и они проявляются очень часто. Мы действительно многое потеряли по сравнению с концом 90-х годов. Сейчас пока я не вижу такого прорыва, но с другой стороны, вот тоже те общения, которые там есть, показывают, что люди устали жить вот в этой неопределенности. И это очень важно. Но когда мы начнем с ними диалог, я имею в виду более широкий диалог, чем там кто-то встречается на уровне там тех, кто влияет на ситуацию в одном и втором регионе, или на уровне каких-то официальных представителей и так далее, я думаю, что это должно быть более шире, и, возможно, было бы хорошо, если бы это зародилось в гражданском обществе, вот эта идея, что мы им предлагаем, что давайте мы построим общее государство, но такое государство, в котором было бы комфортно и вам, и нам жить. И давайте вместе нарисуем, какое это будет государство. То есть не будет такого, что давайте вот мы тут на правом берегу построим, а потом вас позовем. Давайте вместе строить это государство, давайте будем равноправными в этом строительстве, давайте вместе искать точки нашего роста, давайте вместе запускать проекты модернизации образования, здравоохранения, инновационного развития, видите, единой Молдовы. И мне кажется, вот это самое главное. Мы, наверное, должны начать с этого. А все остальное, статус, что они получат и так далее, это будет уже как бы вторая часть разговора, потому что они действительно в какой-то мере имеют определенные уже наработки, вот такого, будем прямо говорить, независимого существования. Им очень тяжело будет отказаться от этого и сказать, все, мы как бы возвращаемся и будем так, как Бельцы, как там Хенчесты и так далее и тому подобное. Но для меня, во всяком случае, это второстепенное. Это, я понимаю, очень важно для приднестровских чиновников, для тех, кто там как бы в системе работает, они за это будут бороться. И я их в данной ситуации понимаю, и не хочу отталкивать их, что нет, ребята, вы ничего не получите, надо все же сохранить кое-что, то, что там есть. Но действительно, вот должен быть призыв строительства единого государства с политической нацией, чтобы мы как бы все национальности, которые проживают, чувствовали себя нормально, чувствовали равноправными и с какими-то перспективами. И когда мы говорим о перспективах, мы на правом берегу не до конца можем объяснить, что такое европейская интеграция. А на левом берегу они вообще как бы не понимают, что такое, что это просто наш выбор, той ценности, на которой мы будем строить наше государство молдавское, что это не значит, что мы куда-то уходим. И если мы что-то берем, то мы берем то хорошее, что наработал мир. И берем не просто для отчета, а потому что это нам будет помогать развиваться, развивать экономику, социальную сферу и так далее. И мне кажется, это очень важные вопросы. И, наверное, надо УАЗу вот это вынести на одну из главную повестку обсуждения в нашей стране. Господин Андреевский очень долго говорил о том, что нам нужна модель какая-то, национальная идея. Вот мы подходим к тому, что действительно, а вообще мы говорим, что мы правый берег должны что-то предлагать, что мы берем на себя эту инициативу, хотя, наверное, должны созревать условия на обоих берегах, чтобы этот процесс пошел. Вообще, с точки зрения, вот по прошествии четверти века, даже уже более, вы сказали, почти 30 лет скоро будет, если смотреть, как по-разному развивались с начала истоки событий, мы вообще в состоянии, на ваш взгляд, сегодня начать строить государство, республику Молдову на принципах демократии, на принципах политического плюрализма. И принимая на себя, как вектор единой европейской ценности, предложить строить сообща с левым берегом это государство на этих принципах. С одной стороны, я глубоко убежден, занимаясь этой проблемой, что проблема Приднестровья, в отличие от других конфликтов на территории бывшего Советского Союза, не хочу их перечислять, имеет решение. Этот конфликт можно и нужно решать. Я не во всем согласен с господином Андреевским. В том смысле, что диалог с левым берегом нужен, но этот диалог должен исходить из того, что Приднестровье в его сегодняшнем виде необходимо демонтировать. Что нам не нужно на территории Молдовы две армии, так называемые Приднестровская и Молдавская. Нам не нужно Министерство госбезопасности в Тирасполе. Нам, то есть и так далее, и так далее. То есть мы должны четко написать параметры функционального государства. Вы предлагаете иллюстрацию провести какую-то? Это не мешает. Потому что, извините, не только иллюстрацию, но и программа репатриации. Потому что есть доноры внешние, которые могли бы помочь Республике Молдова при условии, что Молдова предложила бы внятную дорожную карту объединения страны или создания государства на всей территории. Кому как больше нравится. И внешние доноры могли бы спонсоризировать и план маршала для Объединенной Молдовы, и программу репатриации для тех, которые не хотят жить в Молдове. Вот, пожалуйста, вперед из песни. Там какие-то проблемы на Дальнем Востоке с китайцами. Езжайте туда и соревнуйтесь с китайцами. Не, ну я утрирую. Но я просто хочу сказать, что на левом берегу живут очень разные люди. Есть люди, которым нужно объяснить на основе диалога, что вместе мы только выиграем. Есть бизнес на левом берегу, который с 2008 года пользуется преференциями Евросоюза для Республики Молдова. И бизнесу не надо ничего объяснять. Экспорт с левого берега ориентирован на рынок Евросоюза в большей степени, чем с правого берега. Да, понимаете? Не говоря уже о том, сколько обладателей молдавских биометрических паспортов, болгарских, румынских. То есть, если же на левом берегу есть люди, которые... Я извиняюсь, бизнес выбрал не Россию, а Европейский Союз, левобережный. Бизнес ищет, где прибыль. Но не надо требовать от бизнеса, чтобы он с христианскими хоругвами там чем-то. Бизнес ищет прибыль. И рядом полумиллиардный рынок Евросоюза, где четкие предсказуемые правила игры, где нет эмбарго, где нет... Никто не думает, как чихнул Анищенко или на кого косо посмотрел Путин. Это люди делают бизнес. Около 10% экспорта идет в Россию, 90% в другие места. Поэтому, но в то же время, на левом берегу есть такой неприятный фактор, как российское военное присутствие. Есть силовые структуры Приднестровья. Оставим в стороне, кто их финансирует, кто их контролирует. Но они есть. Есть люди, которые делают бизнес на существовании самого Приднестрова. Извините, я немножко перебью. Вот здесь господин Андреевский говорил о том, как возможно было встречаться с Маракутсом. И мне кажется, сегодня администрация президента более зависима от Москвы, чем в 90-х годах. Нет, давайте вернемся к тому, что когда мы хотим, если мы ставим государство, гражданское общество, политический класс, не применяя термин политическая элита, потому что это несерьезно, ставить перед собой задачу объединения страны, то, во-первых, мы должны здесь на правом берегу определиться, что мы хотим, как эта страна должна выглядеть. И потом с этим проектом прийти на левый берег, учитывая, что это должен быть процесс интеграции, что в одночасье ничего не решается. Я люблю приводить пример бывшей ГДР. Когда мы смотрим, объединение двух Германий было желанным. Люди рушили берлинскую стену. Но там все считали себя немцами. Нет, так подождите. Все считали себя немцами, но когда мы смотрим на результаты выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 года, мы видим, что партия альтернатива для Германии получила в землях бывшей ГДР в два раза больше процентов, чем на остальных территориях. Это о чем говорит? О том, что желанное объединение двух Германий не привело к унификации, к униформизации ментальности людей. И здесь мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Одно дело подписать какую-то бумагу и получить Нобелевскую премию за решение конфликта. А другое дело, чтобы люди, то, что говорил господин Андреевский, чтобы люди с левого и правого берега искренне считали себя гражданами объединенной страны, и им было бы комфортно. Это долгий, трудный процесс, потому что, повторяю, мы на правом берегу видим, имеем то, что имеем. Достаточно вспомнить так называемый референдум 2 февраля 2014 года в Гагуской автономии, что, правда, им не мешает получать деньги от Евросоюза. Но это другая песня. Поэтому здесь я, как гражданин Молдовы, глубочайшим образом удручен не только тем, что проблема Приднестровья ушла на последний план, но тем, что наш политический класс только имитирует озабоченность проблемы Приднестровья. Я имею в виду наши парламенты. Покажите мне, пожалуйста, последний раз, напомните, когда были искренне открытые дебаты с участием гражданского общества, как нам объединять страну. Это был 2005 год. И если быть честными, то закон от 22 июля 2005 года являлся компонентой плана Ющенко, так называют. То есть возникает вопрос, а если бы не было плана Ющенко, был бы этот закон? Поэтому здесь, как вам сказать, с одной стороны люди свыклись с этим статус-кво. Вот как я свыкся со своей лысиной. Но, я шучу, но с другой стороны мы должны понимать, что без решения проблемы Приднестровья у молдавского государства нет будущего. Безусловно. И если еще один момент, поддерживая то, что говорил господин Андреевский, что люди устали, люди даже испытывают раздражение, когда им говорят, что Приднестровье часть, форпост русского мира, ну, Россия же их, грубо говоря, кинула, потому что они ждали 2008 год, что их признают. В 2006 году они приняли референдум? Не, не, не. Референдум это, я имел в виду после Абхазии, Южной Осетии, они ждали, нас тоже должны признать. Какие они набережны? Я не понимаю, что Россия рассматривает это Приднестровье как инструмент давления на всю Молдову. Приднестровье само по себе, Россия не интересна ни с какой стороны. Но для того, чтобы этих людей превратить в сторонников Объединенной Молдовы, мы должны тут определиться, я не хочу тут называть конкретных имен и фамилий, потому что, но возвращаясь к тому, что моему глубокому убеждению, что этот конфликт можно решить по той простой причине, что он является искусственным, что он не является конфликтом между рядовыми людьми. Я живу на улице Измаильской возле так называемого Тирасповского рынка. Каждое утро люди приезжают с левого берега со своим барахлом, что-то пытаются продать. Это что, конфликт? Возле любого медицинского учреждения видишь машины с приднестровскими номерами. Люди ищут более квалифицированную медицинскую помощь на правом берегу, и никто их не выгоняет. Более того, пенсионеры с левого берега имеют социальный, это как пакет, страховку. Ну и сколько в вузах учатся. Да, в вузах учатся. То есть, это искусственно замороженный конфликт. Кто-то на нем кормится. Те, которые на нем кормятся, их нужно вежливо, но жестко отодвинуть и инициировать процесс диалога. Здесь я согласен. У нас проблемы на правом берегу с этим диалогом. Господа, ну вот вы начали говорить. Я все-таки хотел бы, я отношу себя к поколению прагматиков, как его любят называть, технократы, потому что у нас без обиду будет сказано, тоже составляют часть так называемого экспертного сообщества, в институте эффективной политики занимаются определенными направлениями. Но мне бы хотелось, чтобы идеи не всегда носили прикладной характер, не заниматься голой теорией, особенно это важно в политических и социальных процессах. И как вам кажется, все-таки что могло бы послужить вот таким толчком для того, чтобы эта идея и в политическом классе на правом берегу, и в обществе на обоих берегах нашла плодотворную почву? На мой взгляд, как по первому образованию экономиста, который занимался определенное время и привлечением инвестиций, и развитием частных компаний, мне кажется, вы начали подходить к этой теме, что как раз экономическая модернизация, какая-то реальная стратегия развития Молдовы как государства, потому что сегодня четвертая промышленная революция уже стучится к нам в дверь, а мы еще обсуждаем какие-то там, это тоже важно, куда продать помидоры. Куда продать помидоры. Сегодня один айфон стоит, как несколько вагонов этих помидор, занимает место намного меньше. То есть, может быть, вот как раз создание такой экономической мечты, модели, к которой может прийти Молдова, она бы объединила всех граждан, несмотря на то, что... Да, есть какой-то и там бизнес, так скажем, интерес у политических кругов, но уже сколько можно продавать энергоресурсы, еще какие-то... Пилить советские предприятия уже смысла нет. Уже все давно, как говорится, все уже украдено до нас. Может, сегодня как раз и созрели предпосылки именно экономические, чтобы дать надежду этим людям. То есть, я хочу понять под конец нашей передачи, что может сдвинуть с мертвой точки политический процесс и общественный в сознании людей? Я начну с того, что совсем недавно вот институт выезжал в Гагаузию, и мы там презентовали так называемый Гагаузский проект. То есть, мы высказали свое понимание возможности развития Гагаузии. И мне кажется, что очень важно, чтобы мы в Молдавии нашли свой молдавский проект, свою молдавскую мечту. И да, безусловно, в этой мечте очень значительную роль будет играть развитие экономики, переход действительно на инновационное развитие, на не только экономики, социальные сферы и так далее. И вот тут мы сталкиваемся с той проблемой, которую мы давно уже поднимаем, что у нас ни власть, ни оппозиция, ни гражданское общество, не поднимает эту проблематику. Потому что идешь на телевидение, и нам предлагают для обсуждения, а вот будет Плохотнюк премьер-министром, или не будет. А вот там Санду сейчас создаст, единый фронт борьбы против Плохотнюка, или не создаст. То есть, мы вот в этом барахтаемся, и не можем выйти действительно на серьезные глобальные проблемы развития Молдовы. И так как мы не выходим, мы ничего не можем предложить и левому берегу. Вот сегодня мы, допустим, поднимем вопрос, а вот можно создать свободную экономическую зону на левом берегу, потому как создавали в Китае. Ну, такую, с абсолютными правами, может быть, даже, которые будут подчиняться не молдавской судебной системе, не приднестровской, так называемой, а будет там подчиняться Австрии и так далее и тому подобное. Там будет третейский суд, и он будет разбирать все эти процессы. Волгмин экономический арбитраж. Да, но речь-то идет о том, что мы не можем частности предлагать, предлагать, не зная общую картину, не видя вот эту общую картину. И это не то, что как бы мы витаем в облаках, что-то такое. Мы сегодня действительно должны добиться, может быть, того, чтобы собралось то, что УАЗу не хочет называть элитой. Вот этот политический класс собрался, закрылся и сказал бы, слушайте, ну, отступать дальше некуда. Все, мы еще дальше отступление и все. Смерть для молдавского государства. Давайте выработаем хотя бы какие-то общие подходы, наши приоритеты. Значит, один из приоритетов, что мы делаем, чтобы ускорить вот эту европейскую интеграцию, чтобы она стала реальной тут в Молдавии, а не в отчетах, которые мы пишем для Брюсселя. Что мы делаем, чтобы наладить нормальные отношения с Россией? Что мы делаем в развитии экономики? Где у нас тут какие-то подходы? Да, может быть, вот это как в Испании, вот этот пакт заключить, Монклуа, да, там он назывался. И давайте договоримся. Да, будут расхождения между нами по каким-то вопросам, но по трем, четырем, пяти вопросам мы выработаем единую позицию. Вот если мы это сделаем, мы пойдем вперед. не сделаем, я боюсь, что мы не только не пойдем вперед, а начнем уходить далеко назад. Господин Антой, и все же ваше видение. Видение мне сразу пришло на ум. Новый план, кстати, реинтеграции, который правительство, вроде бы в прессе уже появилась информация, предложил тоже видение, визиуня называется. И я, кстати, так, частично, то, что сумел там прочитать, не увидел никаких прорывных вещей. То, о чем как раз вы говорили, что нету вот серьезного такого системного подхода и документа, который бы действительно помогал что-то изменить. Какие ваши прогнозы? Вы знаете, я здесь буду категорическим пессимистом. По той простой причине, что представители гражданского общества в разное время, в разных ситуациях пытались предлагать что-то. В 2002 год мы боролись против федерализации и появилась стратегия 3D. Кажа покорный слуга был отцом этой формы. В 2003 год мы боролись с меморандумом Козака и в 2005 году был краткий момент национального консенсуса, когда и власть, и оппозиция, и гражданское общество вместе обсуждали, вместе что-то генерировали. К сожалению, это все рассыпалось, и исчезло безвозвратно. И для того, чтобы решить эту проблему, я повторяю, с одной стороны, проблема решаема, потому что это не конфликт между людьми, это конфликт из прошлого, конфликт искусственно законсервированный, теми, которые кормятся вокруг него. Но для того, чтобы эта проблема решалась, нужна политическая воля. Наши политики, а независимо от того, что они декларируют, они должны сесть за стол, пригласить экспертов и выработать какой-то национальный консенсус над предметом того, как мы видим объединенную страну. Этого нет. Мы скатываемся в электоральный год, да, и еще меньше шансов, что кто-то вспомнит о проблеме Приднестровья. И здесь, к сожалению, когда я вижу результаты социологических опросов, из которых следует, что там 30-40% молодых людей хотят уехать навсегда из Молдовы, и там 20-30% готовы проголосовать за объединение с Румынией, это не потому, что они проснулись вдруг румынами, а потому, что они теряют веру в проект молдавского государства. Это зачарование. И объединение выглядит как, это наивно, чтобы не сказать хуже, но люди так считают. Да, понимаете? И в этой ситуации я могу только сказать, что вот находясь в этой студии, втроем, мы выполняем свой гражданский долг. Мы пытаемся привлечь внимание к тому, что а, без решения конфликта государство не имеет перспективы, б, конфликт можно решить, потому, что это не конфликт между рядовыми людьми, и нужно апеллировать к тем, к нашим политикам, оппозиция, власть, с тем, чтобы переступить эти пятикопеечные дрязги. Вот господин Андреевский очень точно подчеркнул уровень наших дискуссий. Кто как сказал, кто на кого косо посмотрел, кто как комментировал, а страны-то нет, ребят. И это другой уровень. Понимаете? Другой уровень. Мы знаем, как, вернее всего, мое поколение помнит, как Остап Ибрагимович Бендер в Нью-Васюках играл в шахматы. Вот таких Бендеров мы имеем. А людей, которые в хорошем смысле государственники, не антирумыны, а которые понимают, какой сложный, длительный, мучительный процесс консолидации людей в единую гражданскую нацию. И как объединить, создать нормальное функциональное государство. Ведь мы говорим там 20-30 лет. Но давайте посмотрим, что произошло с другими странами, в хорошем смысле слова, за этот период. Польша в пять раз увеличила свой ВВП. В пять раз. Мы видим, как развивается весь мир. а мы застряли где-то в прошлом, как называется, язык. Вот это наш уровень. А если мы хотим манипулировать людей последствиями прошлого, как называется, язык, и будем бороться с румынами и так далее, тогда эта власть будет приносить какую-то сиюминутную прибыль тем, кто находится у кормушки, а для граждан и для государства в целом перспективы не будет. Поэтому ничего не остается только как глаголом жечь сердца людей в надежде, что мы проснемся и поймем. На этой оптимистичной ноте я бы хотел поблагодарить наших телезрителей за то, что были с нами. Для себя лично я сделал вывод, что действительно поиск национальной объединяющей идеи это и есть наш национальный интерес и без решения разъединяющего фактора, как Приднестровский конфликт, невозможно эту идею действительно найти. Мы должны приложить все усилия. Наше гражданское общество должно научиться быть нацией. Нация это не связано с национальностью. Нация это действительно люди все, которые проживают на территории какого-то государства. Смотрите нас каждую субботу на 21 канале. С вами был Анаслав Яковенко, Виталий Андреевский и Уазан Антой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин